Интеллектуальный организационный эксперимент, в котором мы находимся. Мы это центр стратегии Витебской ассоциации с витебским бизнесом, потому что, на мой взгляд, именно Витебский регион является самым продвинутым с точки зрения организации, самоорганизации и вообще пониманием, что такое блок. Благодаря лидерству, благодаря членам, активистам, многие из которых здесь есть. И, честно говоря, это действительно такой пример для подражания. Это первый сюжет. Второй сюжет связан с тем, что так получилось, что президент сказал публично, заказал стратегию развития Витебской области, дорожную картку, как угодно можно называть. Вот мы в конструктивном, следуя Ванинам, рекомендациям стиля собрались и подготовили документ, который так и называется. Дорожная карта Витебской области, который уже существует в виде проекта, вот с рекомендациями со всем, документ это порядка 50 страниц. То, что у вас есть на руках, это небольшая выжимка из этого документа. Он в процессе работы. И о том, как мы к этому пришли и что мы от него ожидаем, вот сначала Володя, а потом, собственно, все подключатся с остальными. Да, 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 понятно. Добрый день всем. Да, Ярослав совершенно прав. Идея родилась больше года назад, в то время как раз, ну, первое, еще надо отмечать, да, с предпосылок появления вообще этого проекта как такового, да. В последнее время, после прошедших кризисных моментов в экономике, которые привели к четкому пониманию ситуации, когда центр все дальше отделяется от регионов, я думаю, что это, как у Наума Михайловичу, даст этому собрать, это характерно для всех регионов, независимо, это Витебск, Гродно, Гомель, Могилев. На сегодняшний день Минск, это практически отдельная планета, это, как знаете, да, есть ли жизнь за МКАДом, так и здесь. Минск, это Минск, Беларусь, это где-то далеко. Ситуация, точно так же, характерна и для Витебска. Кризис прошел, пошло некое восстановление, казалось, что оно распространилось на всю Беларусь, этого не случилось, на мой взгляд, да. И мы остаемся фактически в той же ситуации, в которой были все кризисные моменты, да. Это спад производства, падение доходов населения. Все для нас остается стабильным. Более того, если быть в Казахстанской области, это пограничная область, у нас она, ситуация транспортно-логистическая характеризуется, граница с Россией, граница с Евросоюзом. Граница с Россией, это пылесос, который вытягивает бизнес, вытягивает трудовые ресурсы, при малейшем изменении инвестиционного климата, при малейшем изменении законодательной базы, как только становится чуть хуже, или как только там начинают платить больше работникам зарплату, все, ну мы говорим, бывают на бизнесе, мелкий бизнес перемещается туда, потому что там проще вести бизнес, несмотря на все проблемы, которые есть там с криминалом, и прочее, прочее, прочее. Но законодательно, нормативно, все это гораздо проще. Туда же перемещаются трудовые ресурсы. Туда же тенденция перемещается инсультуальные ресурсы. Молодежь, которая заканчивает школы, перемещается глобально, не Москва, глобально для Витебска становится вот такой вот механизм для образования Питер, потому что там проще, там нас любят, там нас встречают. Более того, есть проекты, когда питерские вузы ездят по Галаруси, приезжают в Питерск, проводят тестирование, зачисляют прямо в Витебске, приезжают с документами, даже не нужно ездить. Когда приехали, ты заполнил заявление прямо на месте, собрали документы, все, увезли, ты только приезжаешь 1 сентября. Поэтому налицо интеллектуальный отток молодежи, налицо перемещение трудовых ресурсов, налицо перемещение бизнеса. Вот это один из моментов, какой образовался, виден там в сегодняшний день. Поэтому это было одним из поводов задуматься, а что делать. Дальше, действительно, я сказал совершенно верно, сказал, в последний год-полтора все стало активнее звучать, то, что я назвал запросом на развитие региональной повестки, централизацию управления. Ермошина недавно сказал о том, что нам нужны выборность в данных местах, и так далее, и так далее. Как это будет, Виктория, надо улыбаться, мы посмотрим. Я, в общем-то, согласен с вашей саркастической улыбкой. Но, тем не менее, запрос появился. Есть запрос на повышение активности местных органов управления. Хотя на сегодняшний день мы с Виктором Михайловичем беседовали. 506-й указ, да, как его назвал Ярослав, «Варшанский прорыв». В Викторе, Викторе, я правильно прочитал «Оно за Турбая». Говорит, ну как, у меня первая мысль, что сидит представитель райисполкового маршала, скажут, а нафига мне все это надо. Поэтому, тем не менее, для Витебска сейчас есть Варшанский проект, есть проект создания борща новой зоны, да, временных групп, которые будут развиваться. Все это усугубляет эту ситуацию. Опять, то, что сказал Ярослав, декларация руководственного страны, задача разработки некой комплексной программы на долгосрочной стратегии развития Витебской области, то, что сказал президент, находясь в мае на Нафтане, мы имеем проблемы с нефтью, мы имеем проблемы с НПЗ и так далее. Что будет дальше, если вы перестанете производить бензин, нефтепродукты, нужно менять линейку продуктовую и так далее, и так далее. Это все кейс из этой области. Экономический отрыв от центра регионов я сказал, это у нас второй, да, полюс такой, Россия и с другой стороны у нас Минск, который оттягивает, опять-таки, интеллектуальные ресурсы, наиболее активных людей, оттягивает центр, что происходит во всех регионах. Абсолютно, беседуясь с коллегами, я могу сказать. То есть, статистически. Статистически, абсолютно статистически, да, как бы там Ярослав иногда не любил нашего друга Чуплика с ним, да, но тем не менее, мы работаем в проекте... Иногда не важно. Мы тоже работаем в проекте региональных проекте КЕФ, используем эту площадку просто для реализации собственных задач, да, и мы четко видим, вот это прослеживается, отрыв регионов, это, кстати, четко подтверждено, поэтому идея, которая родилась у нас в Минске Ярослава, мы там обсуждали года полтора назад, это в складочных условиях на такой суточной школе, как и здесь, да, на сутки, было тоже в хорошем месте под Витебском, тоже на берегу озера, она нас подвигла к этому именно к шагу, и почему мы еще решили это сделать? На сегодняшний день, если в Минске, действительно, есть большое количество, так или иначе, там, экономистов, ну, Ярослав есть, да, и прочее, то те, кто хоть как-то может нести к аналитическому сообществу региональному, они вообще оторваны от процесса, они не видны, да, как я... Чужая работа не видна. Вот, поэтому одна из задач, одна из предпосылок, так как было попытаться создать некий такой, если не мозговой штаб, некую такую вот консолидацию интеллектуального капитала аналитического сообщества, бизнес-сообщества и гражданского общества. Ну, и, опять-таки, использовать этот процесс для развития диалога бизнеса и местных органов управления, потому что тогда мы говорим о том, что нужно встречаться, работать, разговаривать, нужно понимать, о чем говорить, не всегда эта повестка есть, и даже те моменты возможностей площадки, о которых Ваня сегодня говорил, да, и ругал их там, советы по развитию предпринимательства, у нас тоже они есть, областной, городской, мы там представлены достаточно широко, но обсуждения, повестных для обсуждения, фактически нет, да. Совет, который в Турчин, спадающий Турчина создали областной, вот у нас здесь тоже сидят Валерий Георгиевич, Николай Михайлович, вообще председатель назначенный, да, членами, потенциальные члены этого совета, за полтора года с момента его создания он нераздо собрался. Все, то есть галочку поставили, но в любом случае, для того, чтобы было обсуждать, мы и пошли по этому пути, это может стать такой, простите, повесткой для определенных контактов, для развития контактов. На мой взгляд, кто должен стать бенефициарами того проекта, который мы пытаемся реализовать? Опять-таки повторюсь, пока это проект, это не окончательный уже, вот, сформированный документ, это находится в стадии разработки, в стадии проработки, и окончательно мы готовы будем это сделать. Я не думаю, что он даже окончательно будет таким жестким, сформулированным, он будет живым, таким развивающимся организмом, возможно, это будет как платформа национального бизнеса, которая может меняться каждый год, это по каждому времени. Но, на мой взгляд, бенефициарами реализации, если будут реализовываться, то, если вы видите, проекты должны стать, безусловно, в первую очередь, житель в Витебске области, местный национальный бизнес, опять-таки, это непосредственно те, кто ведет и живет бизнес в Витебске, ну и, безусловно, это местные органы управления, потому что сегодня они точно так же находятся в определенных своих жестких рамках, у них полное отсутствие инициативы, они привыкли работать в определенных условиях, исполняя то, что доводится сверху, поэтому я думаю, что это может быть одним из таких пинков, не пинков, но возможности для ведения диалога и возможности для проявления даже некой инициативы, хотя бы в рамках того, что мы будем предлагать. Ну, два слова тогда я, в отличие от Вани, провоцировать не буду, пытаюсь миротворить, да, будет так, технократически не то что. Если говорить о структуре того документа, который сейчас вот уже сложился, это первый раздел будет посвящен социально-конечному портету области, такого рода документ во всяком случае я ни разу не видел, есть, безусловно, статистические наблюдения, есть статистические сборники и так далее, но единого документа, которым было бы собрано вот сегодняшняя ситуация, которая дружает демографию, экономические показатели, параметры делового климата, в описании мы использовали в том числе и результаты, проведенных год назад глубинных интервью предпринимателей и опросы, которые мы сейчас проводили, в том числе и в рамках КЕФа, вот, и наши встречи, которые мы проводили в Оршаве, в Новоколовске, в Витебске, все это легло сюда, да, понятно, что мы не можем здесь отразить все проблемы, которые есть, но закинуть, как бы, такой вот интеллектуальный посыл, я думаю, что это позволит, будет, естественно, раздел посвящен написанию человеческому капиталу во всех проявлениях, и, безусловно, это угрозы вызовут для устойчивого развития области, я вот, частично, о них коснулся, основные положения и последствия самой дорожной карты, там, где уже будет, из которых будут исходить предложения, которые мы будем предлагать для обсуждений, они здесь, они есть у вас в раздавке, можно посмотреть, почитать, кому будет интересно, когда будет готовый материал, я вышлю, тем более, он будет размещен на ресурсах, но, тем не менее, вот это то, что истекает из территориального положения, из того, ситуации с развитием бизнеса, из ситуации с развитием трудовых ресурсов, культурных, национальных и так далее, мы решили, что это будут вот такие вот разделы, не буду уже пересчитывать, составляется, безусловно, одно из первых мест займет культурализация бизнеса среди молодежи, потому что на сегодняшний день существует такая явная, мне кажется, тенденция, когда молодежь теряет интерес предпринимательства достаточно сильно. Задачи, которые мы ставим для себя реализация этого проекта, ну, во-первых, для того, чтобы представить его и из него не было стыдно, это должен быть качественный документ, поэтому на сегодняшний день мы говорим именно о проекте документа, документ должен быть качественный, документ должен быть содержательным, и на сегодняшний день у нас достигнут договоренности с представлением по мере готовности в комитете экономики Рецепута полкома, в горосполкоме, ну, и даже не исключаю, что в силовых структурах областных. Следующее, я надеюсь, что в рамках этой задачи мы решим такой вопрос консолидации институтуальных ресурсов, то, чего не хватает на региональном уровне, и здесь, конечно, большая заслужба и поддержка Ярослава, что к его имени могут подтянуться и подтягиваться от предприятий местной, экономической, скажем так, но если бы не мыслить, то науки, будем надеяться, что это позволит в будущем создать некое количество сообщества, которое будет участвовать и в диалоге бизнеса и власти, помогать нам обосновывать предложения и в дальнейшем облегчить цифровую задачу и работу. Ну, и техническая задача это непосредственно разработка механизмов продвижения проекта и арктуализации. Ну, наверное, от технической стороны вопроса все, теперь хотелось бы сказать о чем, да? Безусловно, мы не думаем, что вот этот проект, его реализация, она сразу даст возможность изменить ситуацию, да? Которая накапливалась многие годы, наверное, десятилетия после развала Союза со всем вытекающим последствием. Безусловно, мы надеемся, что создание дорожной карты позволит нам вести на другом качественном уровне диалог с властью. На сегодняшний день власть декларируется все больше готовность к этому. Более того, есть запрос на идеи, будут ли они поддерживаться, реализованные, сложно сказать, но, тем не менее, запрос такой есть, и как раз вот эта возможность предложить свои идеи, свое видение и услышать, хотя бы войти в ситуацию устойчивого диалога. Вот. Что еще нам, на чем хотел восстановиться? На сегодняшний день ситуация, когда центральное орган управления декларирует готовность децентрализировать и разделить полномочию власть, она, безусловно, должна быть использована на местном уровне. Сегодня местный бизнес не готов идти в депутатский корпус, потому что, простите, ни один предприниматель здравоумения оставить свой бизнес, мы это понимаем. Но, тем не менее, на сегодняшний день даже на уровне палаты, с кем из вительских представителей вительского депутатского корпуса приходилось общаться, никто не отказался из них встретиться, обсудить и предложить обсуждению в комиссиях документов. Поэтому, опять-таки, это возможность и заявиться о себе, попытаться продвинуть некие свои задачи. Безусловно, говоря о дорожной карте, встает вопрос изменения системы управления местного управления. Безусловно, одной из ключевых задач реформы местного управления это выборность представителей местных органов управления на местах. Безусловно, то, что на нашей видении, что на местах управлять должны те, кто имеет определенный ценз оседности, если можно так сказать, и знают территорию, где живут. Поэтому, то, что сказала Ермошина, дай бог, чтобы это было хотя бы как-то реализовано, и я надеюсь, что в то или ином виде мы попадем точно так же в этот плейнстрим, и это будет поддержано. Потому, что только тогда заинтересованы будут в результате работы свои местные управленцы, местные чиновники, когда они будут с этой земли, когда их будут знать, когда они будут выбираться. Естественно, в проекте дорожной карты будут затронуты и вопросы управления собственностью территориальной. Естественно, нам предлагаем два направления, есть предложения для центральных органов управления, потому что, безусловно, в сегодняшней системе принятия решений, в сегодняшней системе координат, основная масса вопросов решается не на территории регионов, она решается в Минске, решается в определенных кабинетах, наверное, в одном кабинете главные вопросы решаются так или иначе. Поэтому документ построен будет таким образом, где есть предложения, где есть предложения как для центра, так и касающиеся местных органов управления. Если говорить о развитии потенциала, то, безусловно, есть уже конкретные моменты, которые будут предлагаться, чисто технические, которые могли бы быть реализованы. Самый, знаете, уже популярным становится во многих мероприятиях, когда мы проводим это лежащие на поверхности, это из-за придания нормального, полноценного статуса международного аэропорта «Увизис», который готов технически и по взлётке принимать любые порта, но если в прошлом году у нас самолёт летал в Калининград, теперь, простите, он летает только из Минска. Для того, чтобы теперь улететь в Калининград, я себе запомнил, нужно приехать в Минск и счета потратить и прочее. Точно так же мы разговаривали с тем юридиком, на сегодняшний день у регионов объявленный безвиз в стране, он не безвиз с Беларусью, это безвиз с Минском. Хотя есть и позитивные примеры, когда мультипликация опыта Чемпионата мира по хоккею была распространена на Витебске. В этом году, покупая билеты на Славянский базар, можно было приезжать по безвизу, предъявляя вот эту презентацию, проявляя билеты, причём через любой пункт пропуска. Поэтому есть определённые моменты, которые можно использовать, которые можно предлагать, которые можно развивать. Вы считаете, как Юра Рокопси, ведущего у вас определённый бизнес в Браслале, предлагающий определённые те самые, вплоть до того, что предание вот любимой Владгалле и господина Карпунина особо с безвизом для развития здесь точно так же нормального туристического пластера. Точно так же огромный неиспользованный потенциал Витебска это Шагал, простите, без него Витебске и ГАР. Поэтому есть те потенциальные точки, которые могут быть использованы и мы попытаемся на них сделать опору. опять-таки, повторюсь, сегодня этот документ, который позволит представлять ассоциацию и аналитическое сообщество в органы управления, позволит как-то закинуть туда мысль о том, что предложения есть, они могут быть использованы, на них можно опереться и на мой взгляд вот эта работа она должна я надеюсь с перспективы потянуть к себе достаточно большое количество действительно людей бизнеса бизнесменов с моей точки зрения тех, кто прошел большую школу и интеллектуальный потенциал которых на сегодняшний день не использовал потому что были разные проекты все помнят спротегии регионального развития буханые сколько там миллион двести на голову на Витебску при обсуждении стратегии устойчивого развития любимых показателей целей Ярослава фактически ни один видный предприниматель ни один бизнесмен города не участвовал в обсуждении ни один мы хотим чтобы в процессе этой работы и потенциально в перспективе в этот диалог в выработку предложений и обсуждений были вовлечены те кто действительно создает экономический потенциал региона те кто прошел школу те кто создали бизнес те кто создали рабочие места те кто платит таланты те кто фактически содержит местный аппарат управления ну вот наверное как-то для такого вопроса все спасибо спасибо большое у меня вопрос по логе и дорогим витебским друзья почему витебск потому что как вы объясняете собственный феномен есть разные регионы и почему только витебская ассоциация ну минск мы столицу не берем именно все регионы почему витебска получается то что не получается других хотя собственно там мероприятия и собственно дегенерализация и какие-то другие посылы туда идут что дело два с таким уникальным что даже Лукашенко в первую очередь обратился витебску давайте делать старте сначала твое мнение а потом я думаю что Николай и друзья подключаются ну с одной стороны нам конечно писали не прощался я думаю что здесь все достаточно понятно на мой взгляд первое то что мы сказали Витебская область как и Могилевская сегодняшний день является таким autsider экономического развития в Беларуси да одна из самых низких заработных плат самые низкие доходы населения одно из самых больших количеств убыточных предприятий и самое большое количество долгов кстати те вопросы которые обсуждались когда область полкома пускают ситуацию у нас область полком уже ничего не гарантирует потому что все уже все уже розвину под их гарантией все уже закрыто больше они давать ничего не могут да поэтому первый это экономический фактор дальше это и демократический фактор в Беларуси достаточно высокие темпы снижения численности населения есть большое количество районов где количество населения уже меньше 5-7 тысяч и вопрос точно так стоит на повестке дня изменения административной структуры деления области от этого никуда не денешься потому что нет смысла держать органы управления когда меньше 50 тысяч район это просто экономически необоснованно да с другой стороны административная структурная реформа должна учитывать так или иначе то что на территориях живут люди и обеспечить им доступ к услугам государственным поэтому здесь на повестке дня встает вопрос и цифровой трансформации государственных услуг да цифрового правительства вот наверное вот эти моменты лежали именно в основе вот этого решения Валерий Ильич вот не очень просто это из уландских моделицов застроить так он же вроде Могилевского какой он Могилевский или Аршанский Аршанский Александрия Аршанский район Александрия именно поэтому? то есть это это ваш полагаем при его параметре в начале про дорожную карту развивая концепцию малой родины в отношении вас глубоко уважаемый Александр Игоревич и такая да на право судя по вчерашней загадке насчет мамы ну так да маму окей Николай ну надо еще помнить что в Митинске довольно мощный был програничный потенциал в последние времена только Гомин был впереди я могу несколько вот так шприху 5 станков строительных заводов в общей численности больше 16 тысяч человек радиопром и Министерство икорной промышленности в общей сложности насчитывали порядка 25 тысяч работ а как они сейчас ленокомбинат город в городе более 10 лет в 12 временах надо понимать это но опять же надо понимать что произошло и опять ленокомбинат ленокомбинат строился после военной года для того чтобы опускать что обыкновенную мешковину вы знаете все мешки были сейчас их никто не выпускает но в сознании власти живет что это наше все это наш бренд нам надо заниматься леном не надо заниматься леном потому что полипропиллеровая бешок прочнее не гниет но был у нас Александр Николаевич некоторое время губернатор после него осталось 100 программ здесь денег но программ на бумаге и долги и долги огромные если брать там в стране амбиск это было развито потому что был мозговой центр в виде СКБ США и ЗС 30% уехало в Израиль создали аналогичную и успешно работают вокруг него было 4 завода 3 витебские и 1 ворши красный боец в каждом заводе работало 3,5 до 4 тысяч человек на сегодняшний день все вместе это примерно тысяча если Минрадиопром там 22 работало осталось 1200 на монолитии и 300 на элистре вот полторы тысячи телезавод и Радужик какая выпускалась телезавод выпускал систему наведения для ракет на всякий случай телевизор измеритель измеритель в кабинете директора и зама по режиму стоял радиоприемник Sirius говорили что мы его выпускаем но выпускали совсем другую продукцию завод измеритель прибора с которого начинал с летом с летальщиком выпускал стрелочные приборы которых сейчас уже нет это был сложный прибор для подводных лодок для танков самолетов большей части и небольшой и небольшой то есть с развалом Советского Союза потребность в этом исчезла это первое а второе самое главное произошла просто промышленная реванция и а в состоянии вот последний пример Мартынов там написали газеты восстановил меховый комбинат да будет работать 300 человек я вам расскажу что такое меховый комбинат в советское время на меховом комбинате работал 1800 человек основная его задача была что делать шить кроличьи шапки потому что есть Советский Союз Владимир Николаевич не заставил а дел кроличьих шапок сырье возили с северного газа с талополия перерабатывали почти 8 миллионов шкурок кролика сегодня Мартынов сделал небольшое производство перерабатывает опчину но опять же это было поручение сохранить бренд и он вот в последней нашей встрече на заводе он все отдыхался и говорил ну поручили а что делать не откажешься когда у него спросили а вот эта экономическая эффективность он поставил он сказал вот это спросить у Кучинца оно мне надо было это цитата он не так сказал когда у него спросили откуда он возит сырье он сказал лучшее сырье из Новой Зеландии да вообще то есть область была промышленно разница я вообще об этом говорю уверенно потому что ну я вот Иван из тех кто присматривал за этим делом в то время и хорошо знал кто с тем чего и сколько и это было не плохо а сегодня в сознании власти вот это остается что у нас есть потенциал потенциала нет фактически на заводах остались они старики заводы поросли там березами на крыше и сегодня нужно практически с нуля создавать новую экономику Витебске если говорить о кластерах огромный кластер был легкой промышленности шлейное производство ким но Валентин Бойко в этом самом бывшем овощехранилище поставил вязаные итальянские автоматы и успешно делает колготки носки чёрки потому что получил в подарок еще брестский комбинат а Витебске огромное предприятие оно развалилось потому что потребляло половину пары которую производит наше Витебске отец на красильное производство а технология в это время ушла вперед стали красить нить а не готовые изделия и все и это казалось никому не нужно правда бывшие руководители Кима растянули по небольшим предприятиям эти чуночно-носочные аппараты и даже по русскому и сегодня Витебская область я прошу прощения сам больше всего производит носков трансформация произошла трансформация трансформация произошла но в сознании власти Александр Николаевич нет он ушел но передавалось по наследствованию до сих пор хотят что-то восстанавливать не надо ничего восстанавливать очень важный тезис опять пока вопрос к нашим друзьям для понимания ситуации реакция органов власти Лукашенко сказал я хочу передать полномочия регионам мы не будем говорить почему он сказал вопрос в том что есть озвученная точка зрения его Мясниковича Ермошина относительно того что они готовы к такому беспрецедентному сюжету как выборы местных органов власти мы не знаем по крайней мере это есть на бумаге а когда вы с ними разговариваете и общаетесь насколько они готовы к тому чтобы какую-то часть экономической политики управлять местными потому что все равно они всегда говорили сверху я когда-то в Гродничину объехал союзов предпринимателей официально был в Лиде в Алковыске 3-4 города объехал меня приглашали я туда перед директорами выступал и они все хотели бы мы это делать но нам не дают потому что все там сверху и говорят так если бы вам дали полномочия вы бы рады были? ну конечно это было бы супер вот мнение органов власти насколько есть такой документ будет если будет как бы понятное дело Александр Лукашенко мы его рекомендуют послать мы пошлем органы госуправления депутаты вот вот этот аспект как бы восприятие действительности Лёня сначала потом подрастаем во-первых я хочу сказать про сам документ про дорожную карту и ну поскольку как бы основным автором является один человек уважаемый сегодня у людей другое мышление чем раньше они не привыкли читать много слов им надо делать какую-то разбитку это по форме то есть должны быть и картинки и инфографика и какие-то таблицы то есть это форма подачи и упрощение вот например пару слайдов назад там что касается человеческого потенциала экономики и так далее можно все оформить в виде ПЭС то есть политика социум экономика технологии что надо менять что касается того о чем задавал ты ярослав вопрос ну и Вадим об этом прекрасно знает есть стадии принятия боя да вот у нас эта дорожная карта будет первоначально а ее кстати очень интересно обсудить и в вузах Витебска и с каждым советом депутатов и в районах тоже чтобы и с предпринимателями местными вот так вот стадии принятия горя вот сначала отторжение да полное потом они сделают вид что ничего не было потом они будут сколебаться но вот что-то нравится и чтобы выйти на сад это будет процесс к сожалению процесс но этот процесс для этого надо создавать еще отдельные группы в интернет сообщества чтобы это все могло обсуждаться чтобы оттуда вытягивали предложение и естественно в этом обсуждении будет участвовать ну вот например есть витебские такие движения оппозиционные там довольно много сумасшедших людей радикальных да то есть надо будет четко отделять мух от котлет вот чтобы это было правильно воспринято властями показывать им выгоды но если говорить о конкретных людях во власти люди все замечательные но когда они собираются вместе работать с ними невозможно совершенно и конечно они будут видеть в этом документе угрозу себе потому что при любых выборах они проиграют они назначенцы сверху они никогда не будут избраны даже если Лукашенко говорит что да делайте они не будут избраны они не профессионалы они не промоутеры самих себя ну конечно был великий политик александр николаевич который саблей желая добра сделал много зла вот может быть такого бы и выбрали но других таких нет понятно спасибо еще в лидерском пока кто-нибудь конкретными примерами хочу подкрепить понимаешь что значит готовы ли они управлять они понимают управлять это непосредственно отдавать распоряжение как как вам такие письма вот я буквально на днях там 5 пиздец четверг получил письмо срочно сообщите какую запорную арматуру горосполком пишет отдел экономики какую запорную арматуру вы покупаете и используете какой считается входной контроль и доложите до 5 августа за зачем борьбы с контрафактом и ну дальше следующий такой же пример вопрос главная что научилась делать районная власть ребята не глупые они понимают что пишут ахинею но они говорят по исполнению распоряжения оба исполкома номер такой то просим вас срочно сообщить какая у вас была прибыль за полугодие какое вам дело до моей прибыли есть она четкость утвержденная читайте я их к этому отсылаю но кто-то не отсылает кто-то пишет добросовестно отвечать то есть власть Валерий у вас что меня беспокоит в этой ситуации потому что есть риски да проектированные Украина Россия да в случае децентрализации есть ли угроза укрепление местного феодализма есть а не есть как это вот и прокомментируйте как это сделать так чтобы минимизировать и не реализовать эту угрозу потому что если мы вместо там одного царя грубо говоря в центре получим 118 царей на местах или там 6 царей вот то это будет ну на самом деле хрен редки не слаще Валер мы видим некий такой я такого во всяком случае для себя позиционирую ползучая значит экономическая перестройка да о чем она выражается то есть у нас получается проходит некоторое количество времени лет значит за небольшой срок образуются холдинги начинают сводить структуры предприятия совершенно никак невозможно их ни в какой фантазии связать ни в цепочке ни в вертикальную структуру ни в горизонтальную никак вот просто такой набор какой-то что попало под руки называть да видите вспром я как раз про него это собрали предприятия часть предприятия переданных из республиканской формы собственности коммунального их объединили вот объединение с астанская мебельная абсолютно разнопланные предприятия отдельно строительное дело значит ну и вот там хорошие лозунги хорошие цели появлено и смотрим три года проходит первый генеральный директор слинял куда-то ну потому что ну я не знаю куда он вернулся но оттуда он ушел то есть оптимизм уходит они начинают это продолжать дальше холдинги строятся на основе молочных комбинатов ну вот у нас ОАО Молоко Витебское что они сделали ОАО Молоко объединили с совхозом Рудакова пригородном и сделали управляющей компанией холдинга совхоз да то есть убитая убивается добивается да под это так сказать подтягиваются всевозможные ресурсы которых не хватает и вот такие вот клочки пытаются вполне возможно грубо говоря убирая вот у местной так сказать номенклатуры мало-мальские лакомые куски они пытаются как раз не дать вот этой вот ну местечковости развиться потому что попытки управления вот выстраивания таких вот сот удачных неудачных это некая подготовка потому что крупнее легче вот все единственное что заметно в нашей жизни с чем я столкнулась лично как вот местный феодализм руками частного бизнеса пытается что-то сделать ну все прекрасно знают что витебске с недвижимостью то есть кто у нас там основной не назову это словом девелопер но тем не менее они власть пытается через него решить существующие проблемы с неликвидной недвижимостью что мы видим сначала он недостроенные какие-то здания облагораживал строил делал там торговые центры сейчас дошло до того что он покупает казармы последнее вот то что я буквально перед отъездом на светофоре поговорила с человеком они купили несколько зданий кима обанкротившегося на протяжении очень многих лет никому эти здания были не нужны совершенно потому что ну они в ужасно диком состоянии они купили здание витебчанки тоже то есть я говорю а что зачем он говорит я вообще не понимаю нахрена мне это надо то есть нет получается нет ему это навязали то есть нет абсолютно никакого понимания что они будут с этим нет потребностей в таком количестве площадей ни торговых ни бизнес вообще ничего нет но вот этот сумасшедший вал недвижимости который он как-то там плюс-минус облагораживает и все и я даже не представляю что мы будем делать со всеми этими комментариями мне кажется что с точки зрения стратегии я вот разрушая ситуация тоже что насти а может дать им возможность вот таким образом включить это в оборот да пускай никому угодно его продадут себе не себе но если собственник не состоятель он в итоге все равно избавиться да пускай я узнаю саша и потом иванов дорогие друзья мы давно призывали что в каждой области была платформе национальных платформах бизнеса некая дорожная карта некоторая программа по области создание такой дорожной карты я не буду говорить о названии Витюрчина дает очень мощный импульс вообще в диалоге развития местного сообщества в укреплении роли бизнес-ассоциации Витебской, она становится лидером, таким образом выдвигая такую программу, и ведение, безусловно, инструмент переговоров с властями. Поэтому это очень здорово, этот опыт важен для всех региональных союзов и ассоциаций. Поэтому, конечно, это сильный ход, даже и с точки зрения привлечения бизнеса, саму ассоциацию и налаживание мостов и с властью, и с гражданским обществом. Поэтому позитивно одобряем, а будем помогать. Саша? Хотя я сам не из Витебска, но Витебскую область частенько посещал, владелец недвижимости в Полоцке, и как раз-таки могу сказать про местное, то есть в Витебске, может быть, какая-то движуха и будет, а в Полоцке мне сказали сразу... Местная власть, да? Местная власть, когда там, не помню фамилии зампредседателя, а? Не надо, я тоже только не надо. Вот, зампредседателя, то есть Витебскоп было имущество, большое спасибо. Блин, со всеми познакомился, просто шуршали, только чтобы я купил 13 зданий в фабрике Заря. Фабрика Заря просто была счастлива, когда они сказали, господи, мы тебе передали пассив. Но когда я пришел в райисполком, они сказали, так, о, новый владелец, значит, СЭС, экология, все так, опа, и до сих пор, просто приехали и сказали, у меня тут неправильно, и сразу куча умников начали рассказывать, что умников. Я там потратил кучу баблаков, говорю, вы мне, блин, перестаньте тупо мешать, у меня такие коробки с письмами стоят, как этих дебилов, потому что по-другому не могу сказать. Я говорю, слушайте, у меня куча рабочих мест, и собирался сюда денег, а теперь говорю, пошли вы все, а он на три кухни. Подал на ликвидацию компанию. Вы что думаете, они успокоились, они даже не читают, что у них происходит. Просто, я сказал, да, пускай вот тут честный трех, хочу привезти туда бомбу, блин, просто сюда их взорвать. Мы не понимаем, что... Спасибо, Иван. У меня так много вопрос. Вопрос витерским коллегам, да, вот у меня в последнее время все, что происходит в Витерске, связано с таким предприятием, как Агрофонгарма, да, Харма, да, так вот, мне было так кайф смотреть в последнее время, когда показывали открытие нового производства, да, и как вот этот бизнес-умен, Анна Шарейко, она же Норбус, да, гоняла этих чиновников в этих коротких галстуках, в туфлях, в дырочки, да, им она красивая женщина, стильные джинсы, да, очки от Версачи, да, она же бывший сенатор, не может ли она быть вашим рупором в регионе, да? Абсолютно. И что вот эта женщина вообще думает? Понятно, а там вопросы на позже, сейчас садим, потом они. Да, знаете, что я... Так что я сидела, Вася. Да, 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 я... Сажиро, отца не будет. Я хочу сказать, что, в принципе, у нас, с моей точки зрения, мы очень-очень сильно зацикливаемся на бизнесе, и вот я попросила по этому Володе вернуть вот один из кадров, да, когда есть такая первая строка жителей, да, то есть граждан, да, мы про них всегда забываем. То есть я думаю, что мы, в принципе, самое главное, что должно быть для успешной реализации этой задачи, это вот этот вот гражданский контроль, неважно, как он будет выражен, да? И начать надо, наверное, с малого, да, просто когда опубликует открытость бюджетов любого уровня, да, возможность доступа граждан к информации. Вот этого на первом этапе будет достаточно для того, чтобы, во-первых, власти почувствовали свою ответственность, а во-вторых, жители. Потому что, давайте честно говорить, у нас обьяковость граждан есть. И пока мы не научим самих граждан, вот, и в Витебской области в том числе, быть ответственным, и тот же бизнес, да, вот, ему проще доплатить, или ему проще написать этот ответ, чем потратить 10 рублей, или там 10 часов времени, и ответить исполком. Вот, 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 наверное, надо в том числе начинать с себя. Спасибо. Ваня, достаточно неконструктивно наше предложение. А по конструктивности, вот, намещай немного. Анна, простите. Ребята, программа супер, абсолютно согласен. Подводка супер, анализ супер. Саму программу надо совершенно подавать по-другому. И не надо никаких вам требовать в Витебске самоотчета власти перед бизнесом. Пусть сначала Романчук-Минский добьется. У вас программа должна быть. В программе, понимаете, как это, может быть бегающие глаза, может быть внешний вид, а может быть краснозвездный попол парашюта выдавал в нем разведчика. Программы торчит парашют Романчука. А мне кажется, что программа должна быть, непосредственно программа, должна быть 10 каких-то очень конкретных пунктов, типа аэропорт Витебск, международный, и пускай ВЗР летает не в Минск, а именно Витебск. Без Виз, Брослав, Иран, Влад, Иран, Четыре. Нет, и в том-то и вопрос. Там должно быть 5 очень конкретных, которые могут быть и вытянуть какие-то другие ваши административные вопросы, но только вот это вы можете им продать. Спасибо, Виктория Попадаша. Прямо в продолжение. Спасибо и вам. Я именно в этом хотела сказать, что то, что написано в вашей программе, должно быть максимально прикладным. И при этом, когда вы будете вписывать эти 5 или 10 пунктов, вы должны абсолютно понимать, что вы на свою шею сажаете очень вероятно реализацию этих пунктов. Потому что чему наша власть в совершенстве научилась, это ездить на шее того, кто повезет. Это программа. Да, кто предлагает. Совершенно верно. То есть ваша программа, она кардинально отличается от того, что написано, например, в ЦУР в нашей стране. Там вообще мыло и вода. Ваша программа чувствуется ваша заинтересованность и владение вопросом. Если вы чуть-чуть углубляетесь в прикладную составляющую, вот так, как сказал Иван, в аэропорты, там какие-то фабрики и так далее, то вы, я абсолютно, я даже готова какую-то конечность положить в залог, что вы сможете это реализовать. Потому что бюджет Республики Беларусь уже, так сказать, лежит на столе каждый день у нашего президента. И он понимает, что он больше не будет датировать Витебск. И единственный шанс сохранить эту часть Республики Беларусь, это каким-то образом найти ресурсы внутри этой области. Пишите, у вас, ну, я, если я готова даже помочь, там, корректором выступить, например, главное только, вот, доделать это. Спасибо. Сейчас рекомендации органам власти Витебской области не относятся только к Витебской области, их нужно отсюда, конечно, переносить в общие. Например, автономия вузов, это, конечно, вопрос в ажиканское значение. Закрепление права беспрепятственно получать доступ к информации, это вопрос к вопросу. Хотя бы на карте. Нет, я думаю, пока к открытии бюджетов в общих районах. Локальный бюджет. Все равно мне кажется, что это вопрос законного доступа к публичной информации. Потом еще такой пункт принятия кодекса поведения Советов депутатов Витебской области всех уровней. Я по поводу кодекса поведения хочу сказать, что все-таки мировая практика это кодекс поведения госслужащих. Вспомнительной власти, а не депутатов. Они разные. Конфликт интересов для того, чтобы, к чему это идет. Потому что, например, если голосуешь, люди должны знать, есть ли у тебя конфликт интересов. Ты лоббист, грубо говоря, или ты адвокат. Адвокатируешь, либо лоббируешь конкретный интерес. Да, в конце еще есть кодекс поведения и деятельности госслужащего Витебской области, который, конечно, не кодекс, а такая декларация, потому что кодекс это другой документ, который описывает там всякие механизмы соблюдения. Ну, вот декларация есть. А потом, тот безвизг, про который вы сказали, его нету здесь? Нет, был и был, когда они там уже есть. Это просто в этой режиме нет. Здесь всего лишь резюме, и вот финальная часть. То есть сам документ, если я спросил, тем более, что он находится в стадии доработки, обсуждения. И еще хотел сказать, что, ну, вот сейчас перепись будет, соответственно, по ее результатам, по демографии, может быть, какие-то еще более... Каждый знал, что демография у нас там... Еще более пессимистичные выводы можно написать вот сюда, вот основания. Комитет помесячной демографии. По очереди сейчас. Юля, потом Вадима, потом Миналу. Ну, с точки зрения образования, я очень бы хотела услышать это с комментариев. Если вам на следующий слайд. Пункт 1. Развитие института на механизм местного самоуправления. Пункт 3. По кондиризации предпринимательства среди молодых. Как вы планируете реализовать эти пункты? Он может быть, два тяпы. Хорошо, понятно. Вадим. Сказчик может потом учредить, да? А можно я тогда с 9 минут получил? Да, это... Очень... Вадим еще и в тему, да? Вадим уже объект. Здесь мы все продали, уже все, знаете, вернулись к текстам, вычеткам, табличкам и тому подобное. Вот здесь вторая института. Давайте расстреляем там 5-й барак и при этом как бы покрасим зеленый замок. Вот этот вопрос включите в документы, потому что это после чего они? Вот сделайте зеленый замок, чтобы они спрашивали. А вот это вот все, что нужно, прошло там как надо. И поэтому ссылочку, ну ты знаешь, как это сделать. Да, да, да. То есть, если у него забота, то отопоплялись. Отопоплялись, да. Или ссылка, наверное, на какой-то маски в газ. Я хочу привести пример. Я работаю сейчас в структуре, которая, в общем-то, совладелась Бремина Группы, да? И стояла у стоков, когда формировалась Бремина Группы. Почему она развивается? Мне кажется, все же, зная этих людей, они строят не Бремина Группы, они строят бизнес. И предлагают взять на себя все, при этом приложению к Мурзилке отказывается власть. Сегодня, грубо говоря, там, Зайцев, Олексин и Воробьев, да, они создали некий холдинг. Взяли на себя ответственность за финансирование, за все, что там будет создаваться. Там же бюджет, например, нет. Да, 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 никаких там бюджетных денег нет. На каждый рубль вложены ими самими, они еще 10 привлекли, и при этом 2-3 рубля там есть бюджетных денег. Я просто могу как-то так неформально ответить, не имею права все говорить. Я к чему? Идет тенденция, то есть президент все не понимает, как говорят, девчонки, денег нет. Если вы, помните фразу Ельцина, берите власти столько, сколько вы можете. Если сегодня кто-то заявится в Витебске или в Гомеле, или в Могилеве, что мы хотим создать некий холдинг, да, в котором мы привлекаем инвестиции, забираем вот это, вот это, вот это и вот это, то это как раз предмет прямого разговора с президентом. Решается легко. Воробьев, Алексин и Зайцев ничего такого классического не придумали. Они просто пришли и сказали, мы можем вот это сделать. Сделают они, нет, это еще вопрос, потому что там тоже куча вопросов в организации. И непрофессионализм, и люди, которые подобрали туда на эти проекты, я уже пытаюсь объяснить, что это несколько, не советский подход. Но сама идея, да, когда вот, я был уже столько критик-прома, да, когда меня пригласили, я сразу сказал, ребята, вы создаете что-то непонятное. Либо давайте делать управленческий персонал, и чтобы эти предприятия поднимать, потому что туда сбрасывали все отходы. Да, меня не выслышали. Мы занялись одним таком оборским вашим кирпичным заводом, успели что-то там сделать, нам сказали спасибо, отлично, все пошло, я даже не знаю, что сейчас делать. Говорят, мы уже не вытащили. Да? Мы не можем проводить. Я к чему хочу сказать. Вот эти, как это сказать, воззвания никому ничего не дадут. Надо четко объединиться. Николай, Мартынов, кто-то еще. Как бизнесмены, которые вкладывают в Витебскую офис, мы создаем консорцию. Мы хотим в нее убить вот это, вот это, вот это, вот это объединить. И мы там наведем порядок. Тогда получится. Здесь нет конкретики. Конкретика там экономика много. Либо, смотри, бизнес, у него есть конкретно четко функция. Мы же говорим о том, что президент озвучил готовность рассмотреть в децентрализацию власти. Пусть бизнес занимается, по словам, поддержка ему, хвала, чтобы никто не кошмарил ни налогами, ни регулируемой ничем. Но вопрос принятия решений относительно распоряжения должны быть не в министерстве, в центре, а в Витебске, в Орше, в Полоцке. И это другой сюжет. Понимаешь, Ярославович, очень сложно. Вот у меня разговор был лет 15 назад в мэрии одному из немецких городов. Я говорю, я хочу встретиться с господином Увы, заместителю мэра. Мэр сказал, сейчас я позвоню. Он говорит, нет, ну слушай, наш один из основных налогоплательщиков. Он дает, наполняет бюджет, дает работу. Я не могу его беспокоить просто так. Я попробую с ним связаться. И если он... Соизволен, да? В решение, потом через некоторое время я господином Увы домой приезжал. Но это же другое. Понимаешь, вот такое отношение власти. Власти к бизнесу. А у нас же наоборот. Я сейчас прикажу, ставьте лидо мной, как лист перед травой. Я присутствую на этих разговорах. Когда мэр Воршин приезжает к нам в Минск в офис на Немигу и начинает обсуждать вопросы. Потому что сегодня в Воршанском районе, если не учесть дихую помощь Качановой, президента, ну конечно там есть некие рычаги, которые реально существуют. Но под этот рычаг подпишется любой, если кто-то здесь или у нас в Гомере возьмет на себя функцию, я заберу вот эти все объекты, они будут мои, я туда доложу, приведу инвестора, но я там управляю. Тогда мэр будет прыгать вот так, тогда все остальные будут прыгать вот так, тогда Силинова будет приглашать, господин Силинов. Как вы думаете, если Силинов один из соучредителей этого проекта? Мы все ждем команды, кто нам дает возможность создать ее, то ли СЭС, то ли что-то еще. А эти трое парней впервые в мировой практике в нашей Беларуси показали нечто новое объединение, которое окажется сильнее, чем власть. Он будет забывать историю возникновения этих трех парней. Поэтому не надо говорить, что такие парни, которые пришли... Трое парней сделали хорезон на Гродненской таможне. Первое, что они сделали. Первое. Такой небольшой кейс, совсем маленький, перед обедом. И все-таки вернусь к вопросу, готовы ли и готовы на местах? На мой взгляд, на сегодняшний день не готовы. Не только вверху, но и вот чем ниже. И чем дальше, тем меньше. И последний кейс, позапрошлая неделя, пятница прошлой недели. 17.20 приходит, ну вот, от государственного ресурса, приходит рассылка завтра, встреча с жителей города и трудовых коллективов в 10 утра с мэром. 17.20, причем ссылка на местные интернет-эстерки. 17.20, да? А в этот четверг, в 4 часа, мне приходит из городсполкома, от человека, который забежал на 10 утра, потому что в отпуске в городсполком, письмо к 8 августа представит строй, что попрошу провести слезно опросы бизнеса, а рекубатора своих резидентов, предложение по проблемам развития бизнеса в Вительске. 18.20, по исполнению поручений председателя городсполкома по результатам прошедшего обсуждения 18.20 предприятий, который в городсполком, вас звали, вы куда? Вот везде есть.